Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Благодарим, что заглянули на канал Процветок. Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в данном видео я расскажу о том, какие овощные культуры лучше высевать в май и в какие сроки. Существует белорусская пословица «Май – кожух не сдымай». Иными словами, май является самым непредсказуемым и коварным месяцем в отношении температур. Существуют перепады температур в воздухе и в почве, высока вероятность возвратных заморозков, солнце активное, плюс весенние ветра. Таким образом, необходимо не только смотреть за погодой и ориентироваться на то, какие температуры она нам преподносит, но и грамотно планировать, что и в какие сроки высевать и высаживать. В первой декаде мая необходимо высевать холодоустойчивые культуры, в частности, столовые корнеплоды, например, редис, свекла, морковь, брюк, порепа. Также необходимо приступать к высеву всевозможных луковых культур, если вы не начали это делать в конце апреля. Репчатый лук, шниц, лизун, батун, лук-порей, душистый лук. Помимо этого, необходимо не забыть посеять бобовые холодоустойчивые культуры, к которым относятся бобы овощные и горох овощной. Также хорошо на ранний весенний сев, это первая декада мая, отзываются все зеленые культуры. В частности, петрушка, салат, в том числе качанный салат, листовой, черешковый, крес-салат, салат ромэн. Помимо этого, ревень, щавель, горчица и другие зеленые культуры. Все эти холодоустойчивые культуры способны выдерживать короткие заморозки до минус 7-8, начинают прорастать при 3-5 градусах почвы, хорошо растут и развиваются при невысоких положительных температурах 10-15 градусов. Но стоит учесть, что луки на стадии петельки плохо переносят кратковременные весенние заморозки. Поэтому, если есть такова угроза, необходимо их укрыть. С укрытием в открытый грунт в первой декаде мая необходимо высевать огурец, патиссон, физали земляничный, кукурузу. Если мы говорим о защищенном грунте, то на рассаду самое время высевать различные капусты. Например, пекинская, совойская, брюссельская цветная капуста. Также ранние сорта белокочанной капусты. А если вы планируете выращивать арбуз и дыню в теплице, то обязательно высейте эти культуры на рассаду в первой декаде мая в защищенный грунт. Во второй декаде мая продолжаем высевать столовые корнеплоды, бобовые культуры, высаживать или высевать луковые культуры. Также можно добавить к капустным культурам, высев на рассаду краснокочанную капусту и белокочанную капусту поздних сроков созревания. Во второй декаде мая можно выносить в теплицу рассаду перца и томатов. Если температура в теплице устойчиво будет держаться на уровне 25, то можно смело высаживать рассаду баклажан. Также не забудьте посадить в середине мая картофель. Третья декада мая самая горячая, когда один день год кормит. Поэтому в третьей декаде мая мы приступаем к высеву бобовых теплолюбивых культур, к которым относятся фасоль, чечевица, нут, соя. Также мы продолжаем высевать корнеплоды, устойчивая к стрелкованию сорта редиса, зеленые культуры. Помимо этого засаживаем окончательно свой защищенный грунт или теплицу рассадой перца, томатов, баклажан. Можем выносить эти культуры в открытый грунт наряду с огурцами и тыквами. К концу мая можно приступать к высеву дайкона и редьке, но надо быть готовым к тому, что их будет атаковать крестоцветная бложка. Поэтому запаситесь терпением и боритесь за свой урожай. Конечно, когда вы принимаете решение о том, какие культуры в какие сроки высевать или высаживать, необходимо ориентироваться на температуру и на сроки созревания конкретных овощных культур. Помимо этого имеет смысл следить за природой, потому что она, как никто, всегда нам правильно подскажет о самых правильных сроках высева и высадки наших культур в открытый грунт. Например, когда появляются зеленые листья на березе, необходимо активизировать свои посевные мощности. Когда засветает черемуха, однозначно надо высаживать картофель и высевать овощные культуры по полной. С вами была я, Пашкевич Анна. О том, какие овощные культуры и в какие сроки высеваете вы, пишите в комментариях. Нам будет интересно узнать о вашем опыте. На этом спасибо и всего вам доброго!